На прошлой неделе мы остановились на теореме Дуба для равномерно интегрируемых Мартингалов. Я напомню, что мы доказали. Мы доказали, что если есть Мартингал, который равномерно интегрируем, тогда имеет местосходимость. Существует предел при стремящемся бесконечности последовательности х. Причем эта сходимость имеет место как почти наверно, так и в ль-1. Вот из этого можно вывести одно обобщение теоремы Дуба. Я напомню, что такое теорема Дуба. Если у вас есть два момента остановки, Тау и Сигма, тогда ожидание старого условия в Сигму – это Х-Сигму. Если вы помните, мы уже доказали два варианта. В одной из второй лекций, кажется, или в первой даже. Там еще можно написать на множестве, где Сигма или меньше или равно Тау. Давайте просто считать, что есть Сигма почти, наверное, меньше или равно Тау. Но тогда вот это свойство обобщает Мартингалльное свойство из определения Мартингалла в случайный момент остановки. Ну вот просто так оно не работает. Помните, там был пример со случайным блужданием. Нужно накладывать какие-то условия либо на момент остановки, либо на Мартингалл. До этого мы накладывали условия на момент остановки, чтобы момент остановки был ограничен, либо его ожидания конечным и изменения Мартингаллов ограничены. Но вот в этом варианте, который здесь формулирован, можно наложить условия, что Мартингалл равномерно инфекцирован. Мы сейчас не докажем эту теорию. Давайте рассмотрим случай сначала, когда момент Тау равен почти, наверное, бесконечности. То есть мы докажем, что ожидание х-бесконечности, я напомню, что х-бесконечности – это предел х-м, как я уже сказал. Который существует почти на верхней зале 1. Докажем, что ожидание х-бесконечности условия в сигма равно х-сигма. Но что нужно проверить? Всегда, когда мы хотим проверить, что какое-то условное ожидание чему-то равно, полезно вспомнить определение условного ожидания. Условное ожидание – это такая случайная величина, что если мы умножим ее на индикатор любого множества из f-сигма, вот условное ожидание наше, мы хотим показать, что х-бесконечность является условным ожиданием. Когда мы должны быть с бесконечностью умножить на индикатор любого множества а из сигма-алгебры f-сигма, и должны получить, что нужно доказать, что ожидание х-сигма на индикатор а равно ожиданию х-бесконечности на индикатор а. Это и будет означать, что х-сигма является условным математическим ожиданием в условии сигма-алгебры f-сигма. Но сделаем это так. Вместо того, чтобы сразу доказывать такое равенство, мы докажем вот этот индикатор, разобьем еще на подсобытие. Вот возьмем такие события – пересечение произвольного множества из f-сигма и событие, что сигма равен r. То есть, если мы это докажем для каждого n, то это будет верно для всего индикатора, для индикатора а. Ну, потому что можно представить индикатор а как сумму таких событий. Ну, и дальше, например, мы можем индикатор представить так в сумму, да, вот по теореме Лебега тогда это и будет ожидание х-бесконечности индикатора а. И достаточно доказать для событий такого вида. Ну, как их доказать? Ну, вот рассмотрим это равенство, рассмотрим это математическое ожидание. Внутри возьмем еще одно ожидание. То есть, вот сначала здесь возьмем условное ожидание при условии fn. По определению сигма-алгебре f-сигма, вот такое событие принадлежит fn. Ну, потому что а принадлежит f-сигма, тогда это вот тогда, когда вот такие пересечения любого принадлежат fn. Значит, индикатор является fn-измеримым. Из условного ожидания его можно вынести при условии fn. И получается условное ожидание эти бесконечности при условии fn. Но вот такое условное ожидание – это xn. Мы доказали. Доказали в одной из предыдущих теорем. Значит, получаем xn. Ну, а дальше, так как у нас сигма здесь равно n, то индекс n можно заменить на сигму. И получаем то, что нам нужно. Вот. Ну, отсюда следует, что равенство имеет место до индикатора a. Ну, и значит, как я уже сказал, когда это x-сигма является условным ожиданием. А, по поводу вопросов в чате. Чем эта теорема отличается от маркетингаального свойства. Маркетингаальное свойство, оно вообще предполагает, что у вас сигма и тау – это не случайные моменты. То есть, что можно получить из маркетингаального свойства. Ну, выглядит вот так вот. Вот ожидание xn при условии fn равно xn. Мы хотим заменить на случайные моменты. Вот в этом. Вот в этом, в общем-то, вся соль. Я иду по обстановке. Ну, и дальше нам остается доказать для случая произвольного момента остановки тау. Ну, это просто совсем. Вот если у нас есть ожидание x-сигма при условии f-сигма, значит, мы доказали, что x-сигма. А теперь поменяем тау и у сигма ролями и рассмотрим случай бесконечного тау. Вот мы доказали, что x-сигма – это ожидание x-бесконечности по условия f-сигма. А по телескопическому свойству, ну, плюс еще мы знаем, что если есть два момента остановки, сигма меньше или 1 f-сигма, то сигма-алгебре f-сигма вложено в сигма-алгебре f-сигма. Значит, тогда мы можем воспользоваться здесь телескопическими свойствами. Здесь получаем, да, опечатки x-бесконечности, должны быть. И потом еще раз пользуемся уже доказанным результатом для f-сигма. Можно вопрос? Да, конечно. А вот у нас между первой строчкой и второй переход, где мы условное матожидание x-бесконечность при условии f-энтово приравняли к x-энтому. Это мы как получили? Это у нас была здесь. Вот это у нас результат на привычном слайде. А, хорошо. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Ну, вот это как бы результат x-бесконечности, он мартингальное свойство продолжает на случае, когда m равно бесконечности. Говорят еще, что мартингал можно замкнуть, замкнуть последним значением. Ну, в том смысле, что вот, мартингальное свойство распространяется на дисконечности. Так, и последний слайд. Ну, такой небольшой пример применения, где можно применить мартингальный результат. Вот такой симпатичный пример. Ну, вот, наверное, знаете, закон нуля или единицы. Закон нуля и единицы говорит о том, что если вы возьмете последовательность независимых случайных величин и событие, которое зависит только как бы в некотором смысле от хвоста этой последовательности, тогда вероятность такого события 0 или 1. Ну, сейчас мы его докажем мартингальными методами. Ну, более точная формулировка такая. Пусть есть последовательность независимых случайных величин xn. Вот определим так называемую хвостовую сигмоалгебру. Хвостовая сигмоалгебра является пересечением сигмоалгебра fn бесконечность, где fn бесконечность порождена случайными величинами от n до бесконечности. Ну, я напомню, что пересечение сигмоалгебр всегда является сигмоалгеброй. Значит, это действительно сигмоалгебр. Но вот закон нуля или единицы утверждает, что вероятность любого события есть такой сигмоалгебра из хвостовой. Либо 0, либо 1. Ну, какие примеры? Вот события из хвостовой сигмоалгебр. То есть есть последовательность. Вот событие должно зависеть, если мы как бы отбросим начало этой последовательности, то никак не должно повлиять на то, осуществится это событие или нет. Ну, вот стандартный пример таких последовательностей, например, сходим из чего-то. Ну, вот скажем, рассмотрим событие. Есть у нас ряд из случайных величин. Вот рассмотрим те исходы, где такой ряд сходится. Ну, как сходится, скажем, сходится абсолютный уголь или условный. И так, и так будет. Ну, пусть абсолютно сходится. Вот, а если начало ряда изменить, то если сходится ряд, скажем, от единички до бесконечности, то он будет сходиться тогда и только тогда, когда сходится ряд от любого k до бесконечности. Вот можно, я запишу это так. Значит, сумма по n от единицы до бесконечности xn сходится. Тогда и только тогда. Когда такой же ряд, ну, с произвольным началом, он спутится. Ну, значит, что это и есть событие. Несложно видеть, что оно принадлежит сигмалу. Хвостовой. Вот такой пример. Ну, что еще можно? Ну, можно вот разные примеры такого видят, например, скажем. А можно? Да, да. Ну, вот мы знаем, что для таких событий вероятность либо 0, либо 1. А вот как-то просто можно понять, кто именно из них? Понять нулю или единицы? Ну, вот для такого, например. Нет, от событий зависит. Так просто понять нет, нельзя. Я думаю, что нет. Ну, так, наверное, для специальных событий можно так-то или того. В общем случае, думаю, что нет. Ну, пока продолжаем. Вот. Доказательства. Ну, давайте рассмотрим это событие и рассмотрим его индикатор. Вообще, индикатор это случайная величина. Мы сейчас покажем, что этот индикатор равен константе. вот рассмотрим ожидание индикатора, то есть вероятность события. Ожидание индикатора. Ну, вот в силу того, что событие А принадлежит хвостовой сигмалке Г, значит, если мы возьмем здесь какой-то Н, ну, вот А будет не зависеть от Н. почему? Потому что вот сигма алгебра ФН, значит, здесь предполагается тот, я это имею в виду, но, к сожалению, написал, что ФН это сигма алгебра, рожденная случайными величинами до Н. А, она порождена хвостовом последовательности, поскольку у нас последовательность величин независимых, ну, значит, события А не зависит от сигмалки Брэйфа. Даже в силу свойств условного ожидания, если у нас случайная величина и индикаторы не зависят от ФН, то это то же самое, что без условного ожидания. Вот, получаем первый переход. И отвергнули любого Н. Дальше можно перейти к пределу. Вот это стремится к потерям Леви, стремится к ожиданию к условию Эду бесконечности. То есть, это бесконечности. Здесь, соответственно, сигма алгебра порождена всеми величинами. Ну, а очевидно, что индикатор измерим относительно сигма алгебра порожденный всеми величинами. Значит, это он сам. Ну, вот, получили в левой части у нас константа на тематическое ожидание, а в правой части вообще случайная величина. Значит, случайная величина константа. Какой константы она может быть, если это индикатор? Если это индикатор, то это может быть только либо ноль, либо и. Почти, наверное, ноль, или почти, наверное, Ну, вот это означает, что вероятность одна. Либо нулю, либо иди. вопрос какие-нибудь. Следующая тема у нас будет продолжение темы исходимости. Мы поговорим о множестве исходимости это некоторое уточнение результатов, которые мы получили в предыдущей декции. Мы не просто скажем, что докажем теорем, которые позволяют сказать, что, например, не просто Мартингал сходится почти, наверное, или не сходится, а можем в некотором смысле указать множество исходов, на котором он сходится, на котором он не сходится. То есть множество здесь имеется в виду множество исходов, случайных исходов. Ну, то есть случайное событие. Когда произойдет событие, что Мартингал сходится, никогда не сходится. Будет полезно следующее обозначение. Если у нас есть произвольные случайные последовательности, которые будут либо Мартингалом, на самом деле, либо суд Мартингалом, вот так вот xn со стрелочкой, будем обозначать множество, где последовательность сходится. То есть множество исходов омега, таких, что существует предел уже числовой последовательности xn на омега. И этот предел конечен. Ну, действительное число. Символом Тау А будем обозначать первый момент превышения уровня А последовательности. Первый момент, когда xn станет строго больше А. Если такого момента нет, то есть если для всех n xn меньше или равно А, полагаем Тау А равно единице. то есть здесь имеется ввиду, что Тау А не единица, я единица, а бесконечность. Тау А А равна бесконечности, если для любого n и цена комминга меньше равна А. Ну, а это константа, это параметр. А это просто действительно константа. аналогично сигма А. Первый момент времени, когда x либо превысит уровень А, либо станет меньше минус А. Но с тем же условием, что минимум пустого множества равен бесконечности. Если x все время находится в полосе от минус А до А, тогда сигма равно бесконечности. Первый результат такой. Если у нас есть субмартингал, то он сходится на множестве там, где он ограничен сверху. Ну, с некоторым техническим условием. пусть x субмартингал, вот пусть выполнен такое условие на ожидание скачков. Значит, в момент, когда рассмотрим произвольный уровень А и рассмотрим вот момент, когда x превышает А. Когда величина скачка в момент превышения должна быть интегрирована. Величина скачка здесь имеется следующая. Дельта x Тау А это x в момент Тау А минус x в момент Тау А минус 1. Вот такую картинку можно рисовать. Вот есть уровень А, есть субмартингал, икс, субмартингал, икс. Вот есть момент времени первый момент Тау А, процесс превысил последовательность превысил уровень А. Вот есть предыдущий момент. Вот этот момент Тау А-1. Вот нам важно, чтобы мы рассмотрим это превращение, чтобы его математическое ожидание было конечным. Индикатор здесь добавлен для того, что если такое не произойдет, никогда Тау А равна бесконечности, то и приращении никакого не будет все хорошо. Если это условие выполнено, то тогда икс сходится почти наверное на множестве там, где икс ограничен сверху. Здесь написано равенство двух случайных множеств двух событий. Равенство двух событий почти наверное означает следующее. Если есть два случайных события А и Б просто сигмал и древ, который у нас на вероятность на пространстве, то мы говорим, что А равно Б почти наверное, если их симметрическая разность равна нулю. То есть если вероятность А минус B плюс вероятность B минус А равно нулю. То же самое, что вероятность А минус А вероятность равна нулю, вероятность В минус А равна нулю. Или можно еще вот так сказать. Если вот так, это равносильно тому, иногда удобно так сказать что индикатор а умноженный на индикатор b равен единице почти индикатор а да где бы разность налевая либо индикатор а просто равен индикатору бы почти это условие которое здесь я упомянул нот я в таком в общем виде это формулируйте арены дальше мы будем использовать мы будем на самом деле применять с таким более сильным условием если ожиданию супремума превращение конечно то есть ожидание су-1 конечно но в частности например это так если скажем у вас martingale имеет ограниченное превращение и к ценам сексе минус один меньше ли равно константы первая часть теорема вторая сам для аналогичные утверждения для martingale у нас есть martingale условие здесь заменяется на такое но модуль модуль превращение на индикатор модуль в момент выхода маркингала модуль превращения момент выхода на протягала на уровень альбина имеет конечные ожидания но тогда маркингал сходится на множестве там он супер границу прямо модуле ограничить дальше докажу первое ну 2 по новой вот интуиция такая в прошлой лекции упоминал значит но субмаркингал в некотором смысле последовательность не бывающие в среднем вот есть последовательность не бывающих среднем значит там если она ограничена где-то ну ограничены мы так не формально потому что не бывает она в среднем они почти наверно вот оказывается что такой справедливый давайте доказательства нам нужно два вложения доказать нам нужно доказать такое вложение и вот такой что вот одно из вложений на самом деле очевидно ну да я хотел сказать что если право то лево да конечно если там где последовательность даже не почти наверно на всех исходах там где она сходится там она ограничена наоборот вот здесь идея такая будет мы будем не один раз использовать мы возьмем наш мартин суп маркингал или маркингал и рассмотрим его до момента остановки того момента пересечения уровня а почему это хорошо потому что до момента пересечения уровня тау а он ограничен величиной а плюс это величина перескока а в предыдущей лекции мы доказали такую теорему что если у нас есть суб маркингал вот и условия такое и ожидания спрэму по всем мирам вот если это условие выполнено то тогда суб маркингал сходится мы будем применять теорему вот таким усеченным сумма тинга вам а потом перейдем к пределу когда уровень а но в некотором смысле страницы бесконечности вот идея такая сейчас мы реализуем вот обозначим xn а маркингал следующего вида это n значечко означает минимум естественно это равно ну по теореме дуба об остановке сложно проверить что это тоже суб маркингал небольшое замечание мы конечно ли мы дуба об остановке доказали для маркингалов но аналогичность рождения верный для суб маркингалов и замены неравенственно меньше и равно здесь вот самый простой вариант когда у нас есть что нам нужно проверить нам нужно проверить чтобы это был суммаркингал в ожидании xn плюс 1 а при условии fn больше или равно чем вместо xn а нужно написать что это n минимум не стал а ну а n минимум то у а это на самом деле момент остановки и который ограничен а это ограниченный момент остановки и дальше тогда получаем по несложно поучить из теоремы дуба об остановке оттверждения это самого и самого первого варианта итак то есть это суб маркингалу что мы еще можем сказать что вот супремум ожидание его положительной части можно оценить так это он меньше а меньше а плюс что что может быть насколько он может быть больше а плюс от уровень перескок если он перескочил а вот мы здесь остановимся когда он перескочит но перескочит он не больше чем на дельта и стал ну поэтому значение всегда меньше и равно чем а плюс дельта и стал а так вопрос супремум может быть то есть мы ведь требуем чтобы у нас вот это матожидание было конечным матожидание дельта икс тау ате вот но просто он у нас ведь может быть такая ситуация что там не не знаю в каком-то эпсилоне процентов случаев вот эта сама дельта она очень большая из-за этого как бы супремум тоже будет большим несмотря на то что матожидание там конечное то есть как бы у нас просто случайно величина может быть не ограниченной но с конечным матожиданием она ничего страшного мы можем сказать что xn а он всегда меньше и равно чем а плюс дельта x а индикатор того чтобы перескочили куда-нибудь вообще встречи вот это величина это величина на всегда не отрицательным просто по определению то первый момент когда мы перескочили уровень а значит мы могли только подняться дверь поэтому мы можем просто взять сделать так здесь вот вот этому ожиданию положительной части оценить константы а ну а берем естественно положительная плюс вот ожиданию такой величины ждание вот это случайно это просто будет для любого верно любого а вот это мы требуем вот эта величина была конечно попу она хорошо спасибо вот таким образом для этого субмартингала выполнены условия теоремы сходимости значит он почти наверно сходится вот теперь мы сейчас получим так вот этот субмартингал сходится когда нам нужно доказать вот обратное положение нам нужно показать что ну вот как-то представить показать что события там где супермом ограничен если супермом если на каком-то исходе супермом эксен ограничен то там будет сходимость ну давайте рассмотрим события того равна бесконечности это значит что событие ну а там бесконечности но это тоже самое что сказать что для любого н xn ну а там или все естественно тонн или меньше равен а если мы рассмотрим такое событие то можно взять уровень а когда на этом множестве xn xn от он или равен xn а а то надо почти наверно множестве то у паровны бесконечности ну потому что чем xn отличается от xn xn а этот мы как-то останавливаем этот мартингау в момент пересечения уровня если на уровень не пересечка не пересекает значит мы его никак не останавливаем этот минимум из n и тау а но всегда будет равен n потому что тау а бесконечности то есть на множестве даже здесь не почти наверно а просто любых исходов для любых исходов где-то а потом не равна бесконечности ну да вот и запомнили здесь ясно что xn равно и цена ну вот мы доказали что такой мартигал для любого а он сходится почти наверно но значит на множестве где-то а равна бесконечности сходится xn но с точностью возможен до некоторого множества меры 0 так уж сходим здесь почти наверно вот получаем что если есть исход где-то а равна бесконечности то он на нем сходится сам исходный суббит галлицы ну а теперь множество до супремум ограничен можно представить так это объединение по всем по какому-то счетному множеству а ну возьмем по натуральным числом где тау а равна бесконечности ну то есть что здесь так здесь сказано что последовательность это множество исходов последовательности цены граничны естественно ограничено найдется какое-то натуральное число которое она которая она не превышает и вот это вот написано в правую часть найдется какой-то натуральный а такое что товара в бесконечности и цен меньше и помогал вот ну а теперь мы можем сказать что вот это выложено множество сходится значит доказали это увлажение которое нам было нужно но здесь все с точностью почти наверно ну как как положение почти наверно понимать вот так же как мы определили равен случайное множество случайное событие уложено в б почти наверно но если индикатор а меньше равен индикатор вдох почти наверно индикатор а либо 0 либо единица если значит если там единица если индикатор а где-то равен единице то индикатор беду он равняться и мульти в точности вопрос какие-то хорошо но второе утверждение доказывается аналогично я с вашего позвоня не ставлю как упражнение все те же самые рассуждения повторяются используется результат сходимости но следствие которое можно получить симпатичный результат что если маркингал расходится то как он может он может расходиться так что только так что верхний предел равен плюс бесконечности нижний предел равен нижней бесконечности формально пусть есть маркингал но потребовал выполнение непростоты такого условия что ожидание скачков конечно тогда множество там где маркингал расходится почти наверно равно может и верхний предел равен нижний предел минус бесконечности то есть не может быть такого скажем что на каком-то множестве положительной вероятности маркингал стремится к плюс бесконечности или скажем допустим верхний предел равен величине а нижний предел равен величине минус а у маркингала такого быть не можете обязательно ну это очень просто следует из теоремы вот из первого утверждения поведущей теоремы нужно применить xn xn это субмартингал вот то условие выполнено тогда субмартингал будет сходиться на множестве там те точности там без правом ограничен значит она расходится там где может танки супер равен плюс бесконечности и то же самое утверждение применить к минус xn минус xn это тоже маркингал значит это тоже субмартингал вот он будет сходиться там где супер минус xn минус xn конечно же там где инфином xn больше минус бесконечности но соответственно расходится там длин фильм xn равен резюб И поскольку Xn один и тот же, значит, нам может быть там, где он расходится, супрема при последовательности равен плюс бесконечности, инфиним равен минус бесконечности. Ну, тогда как-нибудь такая. Ну, здесь можно написать, было бы написать не верхний предел, а нижний предел. Ну, а просто инфиним Xn равен минус бесконечности, супремом Xn равен плюс бесконечности. Вот так вот. Далеко заходит вверх, далеко заходит вниз. Ну, так вот, как-то волна не преждает. Достигает сколько угодно большого уровня, потом достигает сколько угодно малого уровня и так далее. Вот отсюда, в частности, следует, что мы с ним рассмотрим случайное облуждание. То есть, Xn – это сумма независимых превращений. Ну, пусть они ограничены, чтобы это условие было выполнено. Тогда такое случайное облуждание является, ну, не очень хорошо написано, написано возвратно, на самом деле, невозвратностью, в строгом смысле этого слова, я хотел сказать, что вот, ну, какой бы мы уровень не взяли, скажем, какой бы большой уровень не взяли, вероятность того, что существует n, такое, что xn больше a равно единице. И аналогично, если маленький уровень возьмем, вероятность того, что существует n, xn меньше a, равна единице. Ну, а возвратность, строго говоря, должна прям строго попасть в уровень, а, но строго попасть в какую-то уровень, он не обязательно попадет в ступость. Ну, скажем, случайное облуждание целочистым, а вы рассматриваете действительно, статистно только целочистым, вы можете попасть. Ну, вот, то есть, надо правильно сказать, достигает или пересекает. любой уровень с вероятностью 1. следующий результат, от связи сходимости, субмахстан, субмартингала и его компенсатора. Множество сходимости можно также характеризовать через множество сходимости самого субмартингала, через множество сходимости компенсатора. Вот такой компенсатор. Ну, вот я напомню, что у нас есть разложение дуба. Если есть случайная последовательность, интегрируемая, да, интегрируемая случайная последовательность с конечным ожиданием, то и согласованная еще нужно писать, интегрируемая, согласованная, естественно. То есть, сэна хамизмерима. Вот ее можно разложить, представить в таком виде начальное значение плюс мартингал плюс предсказуемая последовательность. Если иксен у нас является субмартингалом, то эта предсказуемая последовательность является неубывающей. Неубывающей почти наверно. Значит, у компенсатора любого субмартингала существует предел. Ну, какой-то может быть равным плюс бесконечности. Ну, вот я его буду обозначать. вот так, а бесконечности. Да, я напомню, что здесь еще условия требует. Такие разложения можно считать, что начальное значение равно нулю. Ну, тогда, если у нас субмартингал, то это не отрицательная не отрицательная небывающая последовательность, какой-то предел есть. Правда, может быть, сам субмартингал, с точностью до почти наверт. Наоборот, вложения, но вот если выполнены условия на скачки, такого, как у нас было в первой теории, то если XN сходится, то на том же множестве сходится конденсат. Тоже с точностью почти в год. Дальше мы увидим, что иногда бывает компенсатор можно удобно посчитать и вот когда выразить сходимость термина компенсатора. Собственно, да, значит, как компенсатор считается, мы же из разложения губа можем явно получить, что AN, ну, это сумма по k от 1 до N ожидания X k от условия fk минус первая минус x к минус 1 вот иногда это удобно посчитать такое ожидание и удобно и удобно писать чем конденсатор. Но мы сейчас тоже будем обрубать наш суббаркенгал другими моментами. Вот рассмотрим моменты остановки. Первый момент времени, когда значение A при компенсаторе превышает некоторый уровень A. Но только мы возьмем не AN, а N плюс первое. поскольку у нас A предсказуемая последовательность, то это тоже является моментом остановки. Но для согласованной последовательности мы доказывали, что первый момент времени, когда X N больше A является моментом остановки. Ну а для предсказуемого вот этот индекс можно единичку увеличить, потому что значение AN плюс 1 становится известно практически в момент N. поэтому это будет момент остановки. Но опять с условием, ну, можно с этим фильмом заменить на минимум, но не суть важна, но вот с условием, что инфином пустое мужество равен опять бесконечности. Но поскольку это момент остановки, опять потерение дуба, если мы рассмотрим субмартингал, исходный субмартингал, остановленный для этого момента, то это тоже будет субмартингал. И давайте проверим вот это условие из теоремы восходимости субмартингал, как оно будет ожидание положительной части. Но поскольку у нас здесь предполагается, что условие теоремы мы предполагаем, что XN больше или равна нуля, положительную часть можно просто отбросить. Дальше из разложения дуба здесь из того, что вот это ожидание X0 плюс давайте допишем так NN A плюс A N A Rho A плюс A N минимум Rho A здесь я торопился и пропустил одну слагаемую я про X0 забыл ну значит как можно исправить давайте вопрос какой-то да у меня там просто был небольшой вопрос сейчас то есть мы сейчас говорим что если у нас мат ожидания точнее если у нас A бесконечность то есть если у нас A ограничено то из этого следует что X сходится но при этом на следующем слайде можно следующий пожалуйста там то есть мы говорим что у нас вот этот вот Rho A это момент остановки но это ведь там как бы почему он момент остановки если у нас A как раз таки ограничено и то есть у нас уходит что ну может быть ситуация что просто Rho A с ненулевой вероятностью бесконечность может быть такая ситуация это нормально значит там под моментом остановки да я понимаю что я понимаю что случайная величина я по-моему так ее определил которая может принимать значение от нуля до бесконечности включительно то есть бесконечность момента остановки может просто насколько я помню ну то есть я не знаю вот у нас на другом курсе водилось что момент остановки это марковский момент который который всегда ну типа точнее с вероятностью один меньше бесконечности но это есть такая такая тонкость в этой теории там если вы посмотрите разные книги в разных книгах по-разному определяются даже иногда разные авторы ну тот же Шрияев в разных книгах по-разному определяется давайте в нашем курсе мы договоримся что момент остановки это случайная величина с ознамочениями в ноле бесконечность включить хорошо то есть можете считать что у меня все моменты остановки у меня это марковский момент а когда нужно будет сказать что тот момент остановки вот в смысле конечный я буду говорить момент остановки который почти наверное конечный хорошо спасибо до до какая есть тонкость в теории согласовывались названием ничего вот я вот здесь когда здесь писал начать вспомнил что я x0 забыл но что можно сделать можно на самом деле этот x0 включить а давайте мы можно сказать так что вот если у нас есть неотрицательный субмартингал если есть неотрицательный пусть у нас есть вот такой субмартингал x0 x1 x2 и так далее это субмартингал но тогда из этого следует что на самом деле вот такая последовательность 0 x1 x2 и так далее тоже является субмартингал субмартингал который больше ли равен 0 все значения отрицательные но легко видеть что здесь если мы x0 уменьшим то субмартингал и свойства не испортится интегрируемость тоже не испортится значит можно без ограничения обществе считать что на самом деле x0 равно нулю доказательстве ну по крайней мере в первом пункте во втором посмотрим дойдем до второго тогда в первом пункте можно считать что x0 равно нуду вот тогда здесь нету 0 ожидание мартингала в конечный момент ну в ограниченный момент установки потеря время дуба 0 значит остается только ожидание компенсатора ну вот оно меньше или равно а потому что момент ровно так определен что такой момент времени что следующий следующий момент будет первым когда а пересечет уровень а вот значит в самом момент времени а вот а еще по-прежнему меньше равен а ну и значит момент а минимум из n потому что может быть только раньше тоже а меньше а что сказать что а момент а меньше ли равно а и отсюда следует что а в момент минимум 0 а и меньше или равно а почти наверное значит и ожидание меньше ли равно а вот ну теперь опять можем применить теорему сходимости субмартингала вот кикс м а значит с супремум ожиданий положительной части меньше или равно а значит этот мартингал сходится с вероятностью 1 для каждого а субмартингал сходится для каждого а с вероятностью 1 вот теперь на множестве там где роа равно бесконечности ну вот как как мы в предыдущей теремии рассуждали равно бесконечности значит там минимум будет достигаться на н поэтому икс на множестве равно бесконечности вот ну а теперь тогда такое событие что если предел компенсатора меньше или равен а значит для всех значений компенсатор меньше или равен а потому что последовательность не бывающий значит это то же самое что сказать что момент роа не наступает вот на этом моменте у нас исходимость ну а теперь можно взять объединение этих множеств мы возьмем здесь вот это потому что возьмем опять объединение по всем натуральным числам а бесконечность меньше равных просто равных множество компенсатор имеет конечный предел можно так ставить конечно идет какой-то мельч которого на отсутствие положение вопросы вторая часть на второй части что мы хотим доказать мы хотим доказать что множество там где цен сходится оно не может там если xn сходится то сходится компенсатор здесь извините здесь опечатка теоремы на странице 7 а нужна вот эта теорема на странице 4 мы сейчас покажем xn сходится это множество то же самое где супремум ограничен нам будет достаточно доказать что вот это то же самое что xn сходится докажем что множество там где супремум ограничен одно вложено множество где компенсатор сходится множество я с конца пойду множество там где супремум ограничен можно представить так это объединение того что товар это равенство первое равенство у нас есть будет достаточно показать что любого а нужно показать достаточно здесь показать любого множество которым и цены когда не пересекает а содержится множество исходимости компенсата ну давайте для этого что сделаем если мы рассмотрим ожидание компенсатора в момент того вот если мы покажем что это ожидание конечно что что-то отсюда следует что если множество тау а равно бесконечности имеет положительную вероятность с некоторой положительной вероятностью здесь мы получаем а бесконечность и чтобы это ожидание было конечно это возможно только тогда когда на этом множестве а бесконечность конечно то есть если возьмем какой-то исход и стал а а на этом исходе а бесконечность должно быть конечно ожидание было бы равно плюс бесконечности ну или может быть так что вот это множество а равно бесконечности имеет вероятность но но тогда она почти наверно вложено вообще в любое множество и том числе множество рекоменсатор ну вот значит достаточно доказать что ожидание тау а а в момент тау а конечно это мы докажем в этой строчке вот рассмотрим произвольная н ограничим момент а у а временем н вот такое рассмотрим ожидание поскольку это момент ограниченный опять применяем теоремы дуба об остановке но вот здесь можно написать если давайте напишем их с новичью это равно ожиданию x минус x ну 0 минус у М, Тау, А, Н. Из разложения дуба. Ожидание Мартингала равно нулю. Значит, остается ожидание Х в момент времени Тау, А, минимум Н, минус Х, с нулю. Теперь это можно оценить. Можно оценить это положительной частью Х, Тау, А, Н. Ну и давайте еще добавим плюс. Ну, скажем, чтобы с Х 0, Х 0, корректную часть плюс модуль ожидания Х. Вот, ожидание положительной части. Вот в момент, когда Х превышает Тау, А, либо в момент меньшения, когда минус достигает Смолера. Значит, Х здесь меньше или равен, чем А, плюс, это, возможно, перескок. Когда мы перескочили в уровень А, то есть, тогда вот здесь тот минимум достигается на Тау. Ну, поэтому это А плюс ожидание перескока, ну, плюс еще ожидание Х 0, модуль Х 0. Вот, это для любого Н, верно. Ну, а теперь надо потерять монотонной сходимости, значит, мы получаем, если мы Н устремимы к бесконечности, последовательность таких величин, она монотонной не убывает, потому что момент здесь, если Н устремится к бесконечности, не убывают. А не убывающий последовательность, значит, она вся не убывает. Но тогда следует, что если это ожидание ограничено, то и ожидание предела тоже должно быть ограничено. Значит, оно конечно. Все, это был последний шаг, который я не буду доказать. Ожидание Ау, момент Ау, оконечено. Вопросы, может быть, какие-нибудь? Хорошо. Следующая часть, мы применим эти результаты. Вот они оказываются полезны для доказательства результатов сходимости квадратично интегрируемых мартингалов. Ну, в частности, одним таким результатом, который мы докажем, будет закон больших чисел для мартингалов, ну, который обобщает, например, усиленный закон больших чисел для последовательности независимых случайных величин. Давайте введем определение квадратично интегрируемых мартингалов. То есть, есть мартингал Xn, будем называть его квадратично интегрируемым, если ожидание Xn в квадрате конечное для всех. Ну, вот если это условие выполнено, то можно рассмотреть последовательность Xn в квадрате. Она является интегрируемой, а дальше, по неравенству Йенсену, она является субмартингалом. Это такой метод получения субмартингалов, ну, из первой лекции. Берем выпуклую функцию и выпуклую функцию от мартингала. Ну, если с интегрируемостью все хорошо, то получается субмартингал. Значит, Xn в квадрате — это субмартингал. Квадратической характеристикой мартингала Xn будем называть компенсатор. Субмартингал Xn в квадрате. Вот тот компенсатор, который был на предыдущей теореме. Можно его явно вычислить. Вот если есть квадратичный интегрируемый мартингал. Вот компенсатор. Вот то, что здесь написано. Это прямо из доказательства разложения дуба. Вот компенсатор. Это из доказательства разложения дуба. И можно еще показать, что это на самом деле сумма условных ожиданий квадратов при вращении. Я даю как упражнение. Давайте сейчас можно это сделать. Что если мы рассмотрим ожидание превращения Xk в квадрате при условии к минусу. Можно скобки раскрыть. Значит, здесь получается ожидание Xk в квадрате минус 2. Xk в квадрате при условии к минус 1. Ну что здесь можно заметить? Первое ожидание так и остается. Ожидание Xk в квадрате при условии к минус 1. Во втором слагаемом. Если мы возьмем условное ожидание. Xk минус 1 можно вынести из-под условного ожидания. Взять ожидание Xk. Условное ожидание Xk. Xk это мартингал. То есть ожидание Xk при условиях к минус 1 будет Xk минус 1. Поэтому получаем минус 2. Xk минус 1 в квадрате и плюс Xk минус 1 в квадрате. Ну вот это равно то, что я здесь написал. Из доказательства разложения дубов. Вот это вот лично. Вот это лично. Ну, например, вот такой пример. Пусть рассмотрим мартингал. Случайное отблуждание. Xn это начальное значение плюс X1 плюс X1 плюс X1 плюс X1 плюс X1. Xn где X1 независимо одинаково распределенное. Ожидание Xc. Да, что такое квадратическая характеристика? Вот это превращение. Это будет просто ксикатая. Ксикатая не зависит. Мы предполагаем, что фильтрация порождена последовательностью кси. Когда ксикатая не зависит от fk минус 1, значит, это ожидание становится безусловным ожиданием. То есть получаем квадрат ксикатых. Так как ожидание 0, но ожидание квадрата то же самое, что дисперсия. То есть в этом случае квадратическая характеристика Xn равна, она будет не случайно, и будет равна сумме дисперсии. Ксикатая не зависит от fk минус 1, но отсюда мы увидим некоторую связь с законом больших чисел, с теоремой Калмагорова восходимости рядов и так далее. Там, если помните, теорема Калмагорова в двух-трех рядах, там есть ряд из дисперсии. Но для независимой последовательности это будет то же самое, что квадратическая характеристика, а в обобщении этой теоремы, значит, появится квадратическая характеристика. Теорема связи сходимости к квадратичную теоревую Калмагорова, его квадратическая характеристика. Пусть есть квадратичный теоревый Мартингал, тогда на множестве там, где сходится квадратическая характеристика, сходится сам Мартингал. если выполнены такой дополнительные условия по там где сходится то здесь не просто будет включение а будет равенство но будет обратно включить будет радость да но я на есть поясню что есть графическая характеристика это компенсатор компенсатор но бывает вот это нужно понимать в том же самом смысле как мы понимали с компенсатором предел всегда существует бесконечности но он может быть равен плюс бесконечности конечность означает что существует конечный предел доказательства первой части но вот можно заметить что если мы рассмотрим мартингал xn это квадратичный интегрированный мартингал тогда если мы рассмотрим x плюс 1 x плюс 1 означает что каждому значению к каждому xn мы добавляем единочку тоже квадратичный интегрированный мартингал потом на предыдущем слайде из такого представления видно что превращение у x и x и x плюс 1 те же самые значит квадратическая характеристика то же самое дальше вот хорошо у нас есть теперь xn квадрат значит здесь мы можем сказать что xn квадрат это субмартингал субмартингал он не отрицательный но значит мы знаем что там его если его компенсатор сходится то сходится он сам этот по предыдущей теореме там где сходится компенсатор там сходится xn квадрат поскольку xn и xn плюс 1 квадратическая характеристика одна и та же значит там где сходится квадратическая характеристика x плюс 1 там будет xn плюс 1 сходится получаем вот вот такой вот сходим из двух таких субмартингалов но отсюда следует что сходится xn потому что как можно xn получить xn это 1 в квадрате минус xn в квадрате минус 1 и все это пополам эти вот последовательности сходится значит xn сходится в эту сторону доказали в обратную сторону в обратную сторону немножко потруднее надо что нам нужно проверить мы хотим сейчас нам нужно доказать если сходится компенсатор то сходится xn если выполнено в таком условии значит вот это время на странице 6 странице 6 у нас вот что следствие ну ладно давайте я вернусь и скажу что здесь если у нас есть если у нас есть если у нас есть маркингал xn маркингал вот мы доказали что если маркингал расходится то он либо но в верхнем пределы равен плюс бесконечности нижней пределы равен я хочу показать что есть такое выражение но в одну сторону вот это вложение очевидно сходится квадрат тоже сходится а обратно почему так ну какая проблема может быть почему исходимости квадрата может не следовать такое сходимостьete xn ну допустим квадрат в конце верхний предел равен а нижний предел равен минус вот но маркингал его такого не может быть маркингал улаз маркингал расходится верхний предел равен плюс бесконечности нижних полаграмминов значит квадрат позже не может сходиться Такое увлажение следует из этого следствия, как это на странице 6. Поэтому нам нужно вот что проверить. Мы будем доказывать сходимость квадрата. Мы покажем, что если... Квадратическая характеристика xA конечна, то тогда отсюда следует сходимость квадрата. Это будет сходимость квадрата. Это то же самое, что сходимость xA. Квадратическая характеристика – это компенсатор вот этого квадрата. Тогда нам нужно проверить такое условие. Нам нужно проверить условие, что... Квадратическая характеристика – это компенсатор. Там было условие, что ожидание... xTAUA в квадрате на индикаторе того, что TAUA в нижней бесконечности. Но только TAUA здесь относится к моменту... Относится к моменту последовательности x квадрата и последовательности x. Вот это надо условие проверить. Там можно воспользоваться предыдущей теоремой. Да, тут xTAUA, да, естественно, правильно. Здесь приращение должно быть. И TAUA – это первый момент времени такое, что xN в квадрате больше A. Ну вот я здесь, я на слайде, вместо TAUA, чтобы не путаться, буду использовать обозначение σA. Значит, где σA – это первый момент времени. Такое, что xN по модулю больше A. То есть, вместо TAUA, вместо квадрата здесь, посмотрим модуль XN. Но вместо A, которое здесь, мы рассмотрим на самом деле, как бы корень из него. Корень из A. Но поскольку это нужно доказать для любого A, то это все равно. Можно писать здесь сигнал. Вот там показатель, что для любого A – это ожидаемое количество. Ну, давайте рассмотрим событие, где σA меньше бесконечности. Что мы на нем можем сказать? Вот можем рассмотреть приращение, которое здесь написано. Значит, дельта имеется в виду и так вот. Скобочки. Ну вот, несложно проверить, что… Как его можно оценить, что такое дельта от xA. Давайте вот на эту часть посмотрим. В общем, первое неравенство верно. Значит, здесь написано x σA в квадрате. То есть это зельтый квадрат раскрыть. Минус 2. x σA минус 1 плюс x σA в квадрате. А в левой части написано x σA в квадрате минус x σA минус 1 в квадрате. Да, 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 я в правой части еще забыл, конечно, что здесь написано с модулем. То есть плюс 2 вот этих модуля. Седьма минус 1 умножить на модуль d3 с 2. Так, ну вот теперь почему неравенство, верно? Ну, вот можно сократить вот на x σA. Вот минус, который минус x σA минус 1 в квадрате. Что мы можем сказать, что… Ну, да, давайте, значит, сделаем так. Вот в этой части. Сейчас, мы можем что-то вычесть и добавить. Давайте… Давайте добавим x σA минус 1 в квадрате. Я напишу это вот отдельно. Что это все неравенство? Вот здесь пропишу. Минус 2 x σA x σA минус 1. Я напишу плюс 2 x σA минус 1 в квадрате. И вычту x σA минус 1 в квадрате. И вот плюс 2 неравенство произведения модуля. Так, теперь вот эти двойки можно собрать вместе. 2 x σA минус 1 на x σA минус 1 минус x σA. Да, дальше минус x σA минус 1 в квадрате. Плюс плюс 2 модуль x σA минус 1 на модуль дельта x σA. И получаем, что… Вот если сейчас вот эта часть, плюс вот эта часть. Но она заведомо больше или равна нуля. Значит, в первом слагаемом тут что-то может быть отрицательным, а во втором просто модуль взяток, как бы он может. Значит, все это больше или равно, чем минус x σA минус 1 в квадрате. И вот это то, что нам нужно было здесь в двойной части. Вот это первое неравенство. Ну, дальше, вот дельта x σA в квадрате так и оставим. В следующей части модуль x σA минус 1. Здесь оценим величину. Здесь должен быть не корень из А. Должен быть просто А. Потому что σA – это первый момент выхода xA за уровень А, а здесь у нас момент σ-1. Значит, это можно оценить величиной А на дельтой σA. Ну, вот ничего не испортится, если я… Значит, да, модуль дельта я оцениваю так. Это как квадрат дельта плюс 1. Если это дельта меньше единички, то единица у нас все обеспечит. Если это дельта больше единицы, то тогда модуль меньше квадрата. Ну, значит, все будет хорошо, если вот так. Здесь корень должен его зачеркнуть. Вот. Вот такое неравенство. Ну, а теперь давайте возьмем ожидание. Значит, ожидание можно оценить вот таким вот образом. Корень могу здесь зачеркнуть. 2А получается вот отсюда. 2А единичка. Дальше. Единица плюс… Здесь вот единица плюс 2А. Единица плюс 2А на ожидание дельта и сегма. Ну, ожидание дельта и сегма очень грубо можно оценить как ожидание супремого вообще всех превращений в квадрате. По условию, ветка величина конечная. Значит, и все здесь тоже конечное. Так, ну, вот так вот здесь вот немного такое техническое утомительное рассуждение. Но с помощью этой идеи о том, что мы применяем теорему сходимости, связи сходимости субмартингала с компенсатором, квадратом мартингала. Вот, вот, все здесь работает. Дальше будет некоторое применение. Давайте, наверное, сегодня закончим.